Сейчас играла хорошая музыка, да, и в этой музыке, скажем так, много кадров в этом ролике, вот, об осени, то есть именно об этой поре, которая у нас сейчас здесь в Подмосковье, когда деревья становятся желтыми, красными, скажем так, когда они еще не успели сбросить листву, действительно это, наверное, наталкивает где-то немножко на грусть, но и на романтику. Наверное, начинаешь понимать Пушкина в это время, да, почему он писал красивые стихи именно осенью, хотя у него много красивых стихов, написанных в другое время года, вот, ну, наверное, хотелось бы вам пожелать в начале нашего вебинара, чтобы вы не забывали, что у каждого есть своя жизнь, что, скажем так, помимо всего прочего, что мы делаем ежедневно, жизнь двигается, природа меняется, вот видите, Светлана написала, самая красивая пора, действительно, есть разные люди, которые любят разное время года, да, то есть кто-то больше любит осень, кто-то любит свежую зелень, которая у нас образовалась, скажем так, в процессе двух-трех недель весны, да, когда вот все покрыла трава землю, когда, скажем так, свежие-свежие листья на деревьях, кто-то любит лето, потому что летом, скажем, жара и так далее. Я, например, тоже люблю и осень, и лето, и зиму, вот зима мне нравится, зима мне нравится, потому что она чистая, да, то есть когда выпадает снег, когда его много, вспоминаешь детство, когда мы не сидели дома, и самым страшным наказанием для нас было это не пойдешь гулять, вот, для современной молодежи, я не в плане критики, я просто хочу сказать, что, в принципе, наверное, самым страшным наказанием для детей это то, что родители забирают планшет, либо компьютер, да, вот, тогда мы об этом не думали, и было очень здорово. Кстати, не важно, дождь ли шел, снег ли шел, вот, сильно жарко было, либо холодно, фактически дети пропадали на улице. Вот таким вот образом все происходило. Хорошо, коллеги, смотрите, у нас сегодня презентация компании Skyway Capital, мы сильно не будем изменять традиции, хотя, наверное, больше будем говорить о том, что происходит сейчас, меньше будем вдаваться в историю. Это опять будут две части, как обычно, да, и цель этих презентаций по вторникам и четвергам, которые мы проводим, точнее, понедельник, четверг, сейчас еще среда, у нас 17 часов, пока, скажем так, новая версия кабинета дорабатывается до конца, да, мы, в принципе, рассказываем презентацию проекта Skyway Capital, вот, и она состоит из двух частей, первая часть посвящена технологии, о которой идет речь, то есть, все, что мы делаем, это для реализации технологии, разработанной Юницким, человеком, которого вы сейчас увидите на экране, да, и вторая часть, это предложение компании Skyway Capital, вы сегодня увидите, что инвестиционные предложения поменялись, да, мы об этом с вами поговорим, ну, и, в принципе, делается это в преддверии того, что мы готовимся к переходу на новый этап развития в проекте группы компании Skyway, и мы готовимся к событию, которое у нас называется смена дисконта, то есть, уменьшение уровня доходности по тем пакетам долей компании, которые сегодня можно приобрести. Что хотелось бы добавить, я думаю, многие из вас смотрели большое количество видеорепортажей с выставки на транс, которая закончилась не так давно, да, и, наверное, один из роликов, который Кириченко, да, посвятил тому, что он посещал выставочную экспозицию немецкой компании, которая предлагает строить, точнее, предлагает запустить поезд, там, повышенной комфортности, хотя в Европе, наверное, других не бывает, между Берлином и Штутбергом, да, и он рассказывал о том, что краудфандинг, например, в Европе, это далеко не новое, скажем так, событие, да, мероприятие, то есть, огромное количество компаний сегодня используют эту схему финансирования, но есть очень интересное отличие от нашего проекта с вами. Практически большинство, почти 99% краудфандинговых проектов, да, там, где что-то одно выводится, какая-то идея на международный рынок, они для людей, которые принимают в нем участие, бесплатно, в каком смысле, то есть, вы можете туда проинвестировать, точнее, выделить какое-то количество денег из собственного кармана, да, но эти деньги вам в лучшем случае позволят либо получить моральное удовлетворение, либо, например, как компания, о которой шла речь в 10-минутном ролике, она вам предложит выгодные условия, например, перемещения от Берлина до Штутберта, может быть, скидка какая-то и так далее, а совладельцами проекта по-прежнему остаются те, кто его запускает. У нас же, вы слышали наверняка, наши презентации многочисленные и так далее, мы говорим о том, что вы становитесь совладельцами технологий, да, и Анатолий Дартович Юницкий, человек, которого вы видите на экране, по сути дела, он на сегодняшний день делает простую вещь, он делится с вами своей долей, да, то есть, он является владельцем прав на данную технологию, точнее, компания, которую он возглавляет, да, он передал интеллектуальную собственность в установленный фонд компании, вот, и у вас есть возможность не просто получить потом моральное удовлетворение, да, от того, что данная технология вышла на мировой рынок, потому что вы приняли участие в проекте, вы могли нам ее реализовать и так далее, и так далее. Вы еще будете получать доход, откуда-то больше, из какого-то проекта меньше, от большого количества адресных проектов, создаваемых в разных уголках земного шара, и когда эти проекты будут выходить на прибыльность, и компания начнет получать прибыль, да, часть этой прибыли, по нашему, скажем так, инвестиционному меморандуму, вы знаете, 20% от прибыли компании, которую она будет получать, будет распределяться на дивиденды тех людей, которые сегодня становятся совладельцами пакетов долей компании. То есть вы сегодня, по сути дела, каждый приобретает свою частичку данной компании, данной технологии, она может быть больше, она может быть меньше, в зависимости от тех возможностей, которые у вас есть, финансовых, да, то есть, но, в принципе, мы всегда говорим, друзья, не нужно, скажем так, тратить последние деньги, либо продавать последние вещи, да, и покупать там какие-то сумасшедшие пакеты. Вы можете сделать проще, вы можете купить пакет долей компании не очень большой, вам позволить стать крупным совладельцем, да, пакетов долей компании. Итак, друзья, давайте кратко пробежимся по тому, что было, то есть по той истории, которая у нас с вами есть. Ну, я задам, конечно, вопрос, хотя я сомневаюсь, что у нас сегодня в комнате есть хоть кто-нибудь, который об этой технологии, о компании Skyway Capital не слышал. Но, если я ошибаюсь, у меня просьба такая, поставьте, пожалуйста, минус тот, кто у нас впервые, либо единичку. Итак, человек, от которого, по сути дела, началось движение в конце 70-х годов, тот, кто, скажем так, в своей голове родил эту идею, вне ракетного освоения космоса, а потом и струнного транспорта, это Анатолий Дарыч Юницкий, вы его сейчас видите на экране своих мониторов, человек, который с конца 70-х годов, с 77-го года, занимается разработкой и внедрением технологии, о которой мы с вами сейчас немножко поговорим. На сегодня он является президентом группы компании Skyway, который занимается реализацией струнного транспорта, технологии струнного транспорта. На сегодня он является генеральным директором предприятия, которое находится в городе Минске. Предприятие называется «Струнные технологии», и именно струнные технологии сегодня занимаются реализацией самой технологии Skyway. Skyway – это небесная дорога, в переводе с английского языка. Sky, небо, вы – это путь, дорога. Срок довольно большой. Да, многие из вас скажут, что 39 лет, почти 40 – это довольно большой срок, почему же данная технология, скажем так, не реализована и так далее. Но если вы почитаете историю развития транспорта вообще, то, в принципе, 40 лет даже, если мы это дело округлим, не столь большой срок для внедрения каких-то новшеств. Мы говорим сейчас даже не то, что о новшествах, мы не говорим о какой-то усовершенствии того, что мы имеем, мы говорим о совсем новой технологии, которая до этого нигде не применялась, если говорить в целом о технологии. Не было ни транспортных средств, похожих, которые перемещались по путевой структуре, хотя бы немного напоминающей путевую структуру, о которой сегодня идет речь. Не было транспортной инфраструктуры, потому что мы сегодня, скажем так, ведем речь о технологии, которая не только будет, скажем так, поднята над землей, но это будет полностью новая инфраструктура. Если говорить о всех сегментах транспортного рынка, Это и грузовой транспорт, это и высокоскоростной междугородний транспорт, это и городской транспорт. Для междугороднего транспорта, например, или грузового, это вокзалы, это пересадочные станции, это погрузочно-разгрузочные терминалы и так далее. Итак, Анатолий Дородович Юницкий родился на территории Советского Союза в Гомельской области, это Белоруссия сегодняшняя. Его называем российским, белорусским, советским ученым, предпринимателем и изобретателем. Есть такая структура, о которой иногда упоминают новостях, почти каждый день называется Организация Объединенных Наций. У них есть свои комитеты, комиссии в этой структуре, которые занимаются различными вопросами, начиная от тонких материй, заканчивая экологией, заканчивая политическими решениями и прочее. И у них есть тоже экспертный совет, который занимается вопросами экологичности, того же транспорта. И вот дважды эксперты Организации Объединенных Наций давали заключение по технологии Юницкого, что данную технологию нужно применять, разрабатывать и внедрять. Соответственно, он выделял дважды грант на развитие данной технологии в процессе развития технологии Skyway. Когда-то она называлась до 2013 года просто струнной технологией. Кстати, струнные технологии включают не только транспорт второго уровня, о котором мы в основном говорим на презентации. Они в себя включают и строительство высотных зданий, либо зданий коттеджного типа. Они все включают строительство мостов по струнным технологиям. Строительство взлетно-посадочных полос аэропортов, аэродромов. Особенно это актуально на территории Российской Федерации, если мы говорим о взлетно-посадочных полосах. Потому что, в принципе, когда я посмотрел про навигационный транспорт, у нас большое количество аэропортов было в зоне фактически вечной мерзлоты. И, как правило, стелили взлетно-посадочные полосы, плиты, потом укатывали и так далее. Подвижные грунты, соответственно, эти полосы быстро разбивались. Струнные технологии, если будут применяться при строительстве взлетно-посадочных полос, первое, это экономия строительных материалов, второе, это по надежности, например, где-то в 3-5 раз надежнее и долговечнее, чем то, что делается сегодня. Это мосты, это вынесенные в акваторию морей, океанов и озер крупных, портов струнных. Об этом можно посмотреть, с этим можно ознакомиться на сайте юницкий.ком. Там есть описание струнных портов и строительство линейных городов. Потому что если будут развиваться транспортные технологии, то есть будут строиться дороги, которые могут опоясать весь земной шар, как говорится в наших роликах, соответственно, вдоль этих дорог могут развиваться и строиться линейные города, в которых люди совершенно спокойно могут передвигаться по земле. У них в шаговой доступности будет транспорт, который сможет быстро и комфортно доставить практически в любую точку области, либо страны в целом. Скоростные показатели у данной технологии очень высокие у транспортных средств. Если говорить о грузовом транспорте, то до 120 км в час. Если сравним с передвижением грузов сегодня по российским железным дорогам, с учетом погрузки и разрузки, это менее 9 км в час. Вот так вот переводится груз у нас сегодня. Городской транспорт от 50 до 150 в зависимости, скажем так, от необходимости, смотря в какой части города будет передвигаться этот транспорт. И международный, и международный сможет передвигаться со скоростью от 500 до 600 км в час. Об этом мы уже говорим. Анатолий Дарвич Юницкий в начале своей деятельности стал членом Федерации космонавтики СССР, которая одна из первых обратила внимание на технологию, на него самого, как на человека, работающего в этом направлении. И в начале 80-х годов Анатолий Дарвич Юницкий получил признание Федерации космонавтики СССР. За все время у него более 140 различных изобретений. Несколько десятков из них сегодня на практике реализованы в разных направлениях развития промышленности и сельского хозяйства. У него есть 18 монографий, более 200 научных работ. Как я уже говорил, буквально минуту назад вы можете зайти на сайт www.unitsky.com. Он называет сам, что это сайт инженера Юницкого. И там большое количество материалов технических, экономика подведена. То есть там целый ряд статей, почему эти дороги, скажем так, строить намного выгоднее для людей, чем то, что строится, например, на сегодняшний день. Далее, там есть большое количество видеоматериалов. Вплоть до, скажем так, материалы есть вплоть до государственных контрактов, которые были заключены на третьем этапе развития технологий в десятых годах этого тысячелетия. Вот это все можно найти и посмотреть. Если вы обладаете, как я говорю, пытливым умом, если вы, скажем так, хотите докопаться, даете, но такие люди есть, ничего плохого в этом я не вижу. Соответственно, у вас есть большой объем информации, в котором вы можете покопаться и получить ответы на свои вопросы. Там есть книжка, там есть, скажем так, она в онлайне выложена. 100 вопросов, 100 ответов, где ответы дает непосредственно сам Анатолий Дарович Чуницкий. Анатолий Дарович, три высших образования, это инженер транспорта, патентное право изобретательства и проектирование строительства высотных зданий, инфраструктурных сооружений. У данного транспорта, о котором мы с вами, в принципе, львиную долю времени на презентациях, на наших живых презентациях говорим и так далее, огромное количество преимуществ по сравнению с теми четырьмя технологиями транспортными, которыми мы сегодня владеем и которые для нас стали привычны. Это железные дороги, это водный транспорт, это воздушный транспорт и это автомобильный транспорт. Все эти системы, скажем так, имеют свою инфраструктуру. Если мы рассмотрим автомобиль, то это, скажем, от зарождения идей, той же разработки дизайна, да, производство, продажа, АЗСы, скажем, СТО и много-много чего, вплоть до утилизации. То есть это многие миллиарды долларов США, это мы только о автомобильном транспорте говорили. То же самое, железная дорога, водный транспорт и так далее. Но последние годы, наверное, водному транспорту не так много внимания уделялось, потому что в Советском Союзе, если о нем говорить, я вспоминаю себя ребенком, огромное количество рек было, по которым перемещались пассажирские теплоходы, да, там, скажем так, огромное количество транспортных средств, типа метеоров и комет, перемещалось, я помню, по Черному морю, начиная там от Батуми, заканчивая Одессы. То есть можно было добраться, это было достаточно дешево, скажем так, и не нужно было там на поезде ехать вокруг, это было быстрее. Сейчас этого всего нет, но, тем не менее, мы сейчас с вами говорим не об этом, а о технологии, которая, скажем так, может убрать те недостатки, которые есть у всех транспортных технологий, у транспортных систем, которые я вам назвал. Основные перечислены на данном слайде, то есть начиная от низкой себестоимости строительства, высокого уровня безопасности, минимального землеотвода, да, данный транспорт можно отнести к всепогодному транспорту, то есть почти всерельефный. Я не говорю, конечно, что можно будет строить дороги, скажем так, на отвесных склонах на Эверест, но, тем не менее, это неизвестно. Бывает, но меня выкинул из интернета, поэтому, извиняюсь, продолжаем. То есть уровень наклона, скажем так, может составлять от 15% и при специальном исполнении до 30%, скажем так, может быть наклонена путевая структура. То есть я не буду сейчас подробно останавливаться на каждом преимуществе данной технологии, опять же, вы можете это рассмотреть в наших роликах и так далее, но, наверное, я думаю, все равно, раз уж мы говорим по презентации технологии, нельзя не показать ролик, который просто продемонстрирует, что из себя представляет новый шаг, скажем так, новая эра в истории развития мировой паутины. Паутина не IT-технологий, не интернета, а паутина перемещения друзов и людей. То есть данная технология в себя впитает все преимущества развития IT-технологий, которые мы имеем на сегодняшний день, плюс еще позволит нам с вами, скажем так, добираться практически до любой точки земного шара либо нашей страны, чтобы увидеть и красоты, какие есть на этой планете. И, в принципе, по максимуму можно было бы использовать минеральные ресурсы планеты, которые сегодня во многих местах считаются недоступными. Давайте две минуты ролик, и дальше с вами будем... Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства, которое потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дыраков. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционные транспортные системы неоптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Транснета – жесткая струнного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождений, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный, городской и междугородний пассажирский транспорт. Так, друзья, я могу много рассказывать, что из себя представляет технология, но даже вот этот двухминутный ролик фактически дает полную картину. Давайте кратко буквально об истории, в двух словах. Всего, скажем, с момента 1977 года, когда была подана первая заявка на изобретение, и когда появились первые публикации о неракетном освоении космоса и астроном-транспорте, прошло уже почти, как я вам сказал, 40 лет. И условно эту историю можно разбить на четыре этапа. Первый из них был довольно длительный, почти 20 лет он длился. Это с 1977 по 1995 год, когда вот и были первые заявки на изобретение, первые публикации, признание Федерации космонавтики СССР, научно-практическая конференция в Гомеле прошла по неракетному освоению космоса. Даже Советский фонд мира выделил грант на развитие данной технологии. С 1995 по 2000 годы у Анатолия Даровича Юницкого в его научной школе в Питере было проведено большое количество испытаний в аэродинамической трубе. То есть цель снизить максимальные коэффициенты аэродинамического сопротивления, чтобы можно было развить максимальную скорость. Был получен в это время как раз грант Организации Объединенных Наций. Были показаны и продемонстрированы первые действующие физические модели различного размера, от одного, скажем так, к 5, к 10, к 15. На третьем этапе, очень важно, о данной технологии узнал весь мир. Потому что благодаря содействию Александра Лебедя, на то время он был губернатором Красноярского края, началось и было осуществлено строительство тестового участка полигона, скажем так, эстакада в протяженности порядка 170 метров. В подмосковном городе Озер планировалось построить дорогу от Озер до Москвы в будущем, если все бы развивалось так, как это запланировано было Юницким. На данном тестовом участке, на данном полигоне было проведено большое количество испытаний в разное время года, при разной температуре, отработан целый ряд методик. В это же время был выделен второй гранд-организаций обменных наций на развитие данной технологии. Именно в это время были заключены первые контракты по строительству дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. То есть, казалось бы, все хорошо. Двигаемся в нужном направлении. И в конце этого периода развития Дмитрия Медведева в Ульяновске, губернатором, который, кстати, избран снова буквально неделю назад, уже четыре раза подряд, несменяемый, скажем так, непотопляемый губернатор в Ульяновской области, он представлял технологию на госсовете, который состоялся в Ульяновске. Там были все губернаторы, там были министры профильных министерств. И было предложено данную технологию все-таки начать реализовывать на территории Российской Федерации. На что Медведев сказал, да, все хорошо, все поулыбались, посмеялись. Да, это самошняя инновация. Ну, вы говорите, денег найдете, тогда будете встроить. Хотя после данного мероприятия было дано распоряжение Минтрансу изыскать около миллиарда рублей на внедрение данной технологии. К сожалению, после прошествия где-то недели после данного мероприятия, большого, которое было продемонстрировано на центральном телевидении, канал «Вести-24», сейчас он называется, «Россия-24», то есть все это шло в прямом эфире, можно найти ролик и посмотреть как раз-таки про предложение губернатора Ульяновской области. Полигона в подмосковном городе Озера не стало. Его разобрали буквально в один день. Было заявлено, что на месте этого участка должна начаться важная государственная стройка, хотя там ничего, конечно, не началось и ничего не построено до сих пор. Но полигона не стало. Но он сыграл свою роль положительно, потому что в это время целый ряд международных делегаций посещали этот полигон и видели, что я себе представляю транспорт будущего, как тогда говорили. На целом ряде телевизионных каналов центральных, новостях, и просто были передачи, посвященные струнному транспорту. На региональном телевидении, скажем так, был целый ряд передач, в которых принимал участие лично Анатолий Дарович Юницкий. В это время Анатолий Дарович вместе с технологией принимал участие в большом количестве форумов, посвященных, скажем так, в первую очередь транспортной отрасли. И на целом ряде из них были завоеваны золотые кубки, медали, скажем так, призы, как мы их говорим, премии, первые премии, например, две премии «Золотая колесница» в номинацию «Проект года в транспортной отрасли». К нам приезжают инвесторы сюда, в Москву, и многие любят фотографироваться, скажем так, с этой млученой фигуркой, там, где золотая колесница едет и так далее. В принципе, это доступно всем. Желательно, если вы примете решение к нам приехать, заранее повестить менеджеров, которые у нас работают в отделе информационной поддержки. То есть, в принципе, полигон сыграл свою роль. На нем была отработана методика, как мы говорили, испытания были проведены фактически, была отработана технология второго поколения, ну и, наверное, самым важным фактом, который людям, специалистам от транспорта, те, которые, в принципе, не просто спорят, что это невозможно. Было подтверждено, что путевая структура весом менее 100 кг, метр путевой структуры весил меньше 100 кг, выдержала, скажем так, нагрузку, сбирался в ЗИЛ-131 на железных колесах весом свыше 12 тонн. Вот это очень важный момент. Итак, мы сейчас на четвертом этапе находимся. Я вот начал свой рассказ того, что система была выбрана краудинвестинг, краудфандинг, их отличие небольшое. Так вот, после большого количества переговоров, которые были проведены и во время существования полигона, и после с чиновниками, с бизнесменами, у которых есть большое количество денег, которые могли бы профинансировать еще раз строительство теста участка, на котором можно было продемонстрировать данный транспорт, и потом его сертифицировать, к сожалению, все переговоры заходили в тупик. В 2013 году было принято решение Анатолиям Ударовичем оценить интеллектуальную собственность, оценили ее в сумму свыше 400 миллиардов долларов США, и на основании интеллектуальной собственности было зарегистрировано мероприятие в Великобритании, и было принято решение обратиться к таким людям, как мы с вами. То есть, кому нужен безопасный, высокоскоростной, комфортный, дешевый, экологически чистый транспорт, нам с вами, людям, у которых очень много денег, у них, как правило, есть свои частные вертолеты и самолеты, чиновникам высшего и среднего уровня, у них тоже с транспортом, в принципе, проблем нет. То есть, синее ведро на крыше и поехал. Мало того, многие из них перемещаются за государственные деньги, на отдых и так далее, поэтому там особой активности в отношении технологий проявлено не было. И с 2014 года, с января 2014 года, появились первые инвестиции в наш проект. Люди, которые стали выкупать доли компании, стали становиться совладельцами технологий. И вот, в 2014 году, в январе, был запущен первый этап развития группы компаний Skyway в период с 2014 по 2017 год. Сегодня мы заканчиваем седьмой. На каждом этапе развития технологии у нас снижался дисконт, уровень доходности. Проект венчурный до сих пор, он никуда не делся. То есть, это высоко рискованные инвестиции. Но вот те, кто рисковал тогда, они получали наибольший уровень доходности. От 250 раз до 1500 раз на те деньги, которые они инвестировали в проект. Сегодня это значительно меньше. Это от 36 до 350. И хочу добавить следующее, что на восьмом этапе это будет еще меньше. Но, тем не менее, любой человек, который даже сегодня будет инвестировать деньги, он становится совладельцем технологий. И в итоге, ему это будет выгодно. Предполагаемая цена при выходе, скажем так, в конце 2017-2018 году на международные биржевые площадки, одной доли стоимость 1 доллар США. То есть, это то, к чему мы стремимся. Итак, на четвертом этапе была осуществлена оценка. Было принято решение двигаться по системе краудинвестинга. Цель привлечения инвестиций – это финансирование строительства экотехнопарка, центра стандартизации, скажем так, так и демонстрации транспорта SkyWay на территории Республики Беларусь. Чем мы, в принципе, сегодня занимаемся? Буквально кратко. На данном слайде вы видите небольшой перечень структур, и гораздо больше вы можете найти на сайте, которые давали свои экспертные оценки во время существования полигонов в подмосковном городе Озерах. Это Институт проблем транспорта, Российская Академия наук, Сибирское отделение Российской Академии транспорта, Госстрой России, Министерство экономики транспорта, Российская инженерная академия, ООН мы с вами уже упоминали. За время развития технологий было получено более 50 патентов на различные ноу-хау, что Минске применяет в этой технологии. И на различных международных форумах было получено порядка 40 международных наград. 2014 год ознаменовался еще тем, что было открыто предприятие в городе Минске, появились первые конструкторские, научные, скажем так, инженерные кадры в мае месяце 2014 года. Далее, скажем так, весь 2014 год мы принимали инвестиции и слышали от людей все время вопросы, ну куда же идут деньги, куда вы их тратите и так далее. Так вот, переломным стал 2015 год, когда мы определились окончательно с участком местности, на котором будем развивать и строить экотехнопарк. Это Минская область, недалеко от города Марина Горка. В июне месяце за компанией струнной технологии, генеральным директором, который является Анатолий Дарчевницкий, был закреплен этот участок на долгосрочную аренду. Это было сделано по законам Республики Беларусь, то есть аукцион, на котором могли принимать участие хоть 100 человек, хоть 100 компаний. И тот, кто, скажем так, покажет наиболее привлекательные проекты и предложит наиболее интересные условия, тому этот участок выделялся. Он выделен компанией струнной технологии. Далее, в 2015 году было проведено целый ряд международных переговоров. Это было и в Колумбии, это было в нем на Арабских Эмиратах. В Эмиратах предложили, скажем так, варианты строительства линейного города. Несколько предложений было там на острове, в Эмирате Абудабе. Ну и намечено, скажем, дальнейшее взаимодействие с арабскими партнерами, потому что сегодня они ждут, что мы покажем этой осенью на территории Республики Беларусь. Там потенциально может быть до 100 миллионов долларов вложений и может развиваться такой же участок тестовый на территории Эмирата Абудабе с целью, скажем так, открытия академии по транспортным инновациям для использования уже данной технологии в регионе, скажем так, Аравийского полуострова в первую очередь. Далее, в июле месяце, скажем так, были проведены первые изыскательские работы, там, изыскательные, пробы грунта на территории Экотехнопарка. Был проведен субботник по приведению этой территории в порядок 17 июля это было. И где-то в конце июля началось строительство, были проведены, скажем, первые работы там карьерные, или как их назвать, под фундамент первой анкерной опоры. И сегодня эти работы, в принципе, не прекращаются ни на один день. К важным моментам 2015 года можно отнести получение международного инфекционного кода ценной бумаги. Это было в сентябре, так называемый АИСИН, то есть его получают все компании, акции которых сегодня копируются на бирже. Далее, приезд Рода Хука. Сегодня это наш руководитель австралийской компании, Skyway Австралия. На тот момент он был экс-министром транспорта Южной Австралии, человеком, который реализовал не один, скажем, инфраструктурный проект на сумму, превышающую 10 миллиардов долларов США. Он приехал посмотреть, что из себя представляет технология. Это было в сентябре. В октябре состоялась процедура закладки нулевого километра, была проведена международная конференция. Было порядка нескольких десятков наших инвесторов целого ряда стран. Что еще хотелось отметить, что наше предприятие приняло участие в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь». Была выделена сумма на развитие нашего проекта. И важным моментом 2015 года стало принятие решения руководства группы компании Skyway на привлечения инвестиций посредством рассрочки. То есть, нашим партнерам это стало выгодно, потому что за небольшие деньги ежемесячных оплат они могут в итоге получить на выходе большой пакет долей компании. Компании это выгодно, потому что наперед можно заглядывать и планировать те работы, которые необходимо провести и видеть, какое финансирование придет на протяжении 8-10 ближайших месяцев. Все это было сделано в конце ноября. И сейчас, по сути дела, 90% инвестиций, приходящих в наш проект, даже, наверное, больше, они приходят посредством оплаты рассрочек. Далее. В начале года состоялось, я считаю, знаменательное событие. Да, Анатолий Дарчуницкий отправил письмо Медведеву, в котором написал, что, уважаемый Дмитрий Анатольевич, спасибо вам большое за то, что обратили внимание на нашу технологию в 2009 году. Мы нашли ответ на вопрос, который вы нам тогда задали. Где деньги, да? Мы нашли деньги, мы строим экотехнопарк, приглашаем вас на демонстрацию того, что мы сделали в конце этого года на территорию Республики Беларусь. Далее. Министерство транспорта Российской Федерации. 11 февраля экспертный совет признал технологию, разработанную юнистским, инновационной. То есть, фактически, прошло два года с момента привлечения первых инвестиций. Два года долги, в которые, скажем так, каждый день почти юнистский слышал от разных представителей и транспортной отрасли, науки, техники, финансов, то занимаешься непонятно чем, вроде бы какая-то технология, собираешь себе деньги и так далее, и так далее. Хотя, как я вам сказал, в Европе схема краудфандинга, она уже применяется не один год. То есть, там у людей это вопросов не вызывает. Но этого момента мы ждали. И, в принципе, те скептики, которые говорили, что все это фигня, то есть, непонятно, чем вы занимаетесь, Министерство транспорта, пусть даже Российской Федерации, к ним по-разному можно относиться, никогда не признает хайповский проект и несуществующую технологию инновационную. Это очень важно. Заседание рабочей группы того же экспертного совета в марте признало эту технологию перспективной, соответственно, перспективной, в использовании, в первую очередь, на территории Российской Федерации. Было дано распоряжение комитету, либо, я не помню, либо управлению по импортозамещающим технологиям, продолжать взаимодействие с предприятием струнной технологии, да, и в дальнейшем, скажем так, наметить после того, как будут проведены испытания и демонстрации на территории Экотехнопарка, дальнейшие взаимодействия по применению, по конкретным адресным проектам на территории Российской Федерации. На 2016 год у нас планировалось осенью продемонстрировать действующую городскую трассу Skyway на территории Минской области и легкую трассу параллели начали строить, ее тоже будут демонстрировать так называемые юнибайки, которые привлекли огромное внимание на выставки Иннотранс. Параллельно строится трасса грузового Skyway и на 2017 год планируется продление городского участка до 15 км с целью демонстрации возможности высокоскоростного Skyway. В этом году уже были проведены важные мероприятия 23-24 апреля, это экофестиваль в Белоруссии, это прошло в Минской области и в городе Минске. Было порядка 700 с лишним человек в первый день на территории Экотехнопарка, которые могли приехать и увидеть, что проделано на тот момент. То есть люди приехали за уверенностью, а кто-то, скажем так, убрать свои сомнения, что что-то делается на деньги, которые они проинвестировали. И в Берлине 20-23 числа у нас состоялось мероприятие под названием Иннотранс. Вот оно закончилось не так давно, много очень отзывов, много видеоматериалов, которые вы можете посмотреть в разделе новостей. Там брались интервью у разных людей и людей, скажем так, специалистов в финансовой сфере, у специалистов в транспортной отрасли. Буквально сегодня вышло письмо, в котором поделились своими впечатлениями наши инвесторы, побывавшие на данной выставке. То есть о технологии струнного транспорта, технологии Skyway, опять же, как мы говорим, узнал весь мир. И, как говорят люди, присутствующие на данном мероприятии, руководство нашей компании. Экспозиция Skyway, на ней всегда было людно. И, как говорит Родхук в своем последнем интервью, действительно инновации были именно у нас. Потому что кто-то считает, что инновацией на транспорте является предоставлением возможности пользоваться Wi-Fi в пути. Кстати, в Московской области, я помню, где-то года полтора назад была запущена электричка и было объявлено, что можно пользоваться Wi-Fi. Если это будет востребовано, то все электрички оборудуем. Вы знаете, я знаю, что это востребовано, по большому счету, и люди сразу залазят в это электрички в свои устройства, но до сих пор больше ни одной электрички с Wi-Fi у нас не появилось. Так это Москва, не говоря уже о других городах. Когда я был в Питере весной, я немножко был удивлен, что спустившись в метро, интернета нет. А в Москве он уже реализован. Фактически на всех линиях метро у нас есть интернет. Итак, друзья, инотранс прошел очень успешно, громко о себе заявили. Были представители, скажем так, и мира бизнеса, и посещали нашу экспозицию, и чиновники целого ряда государств, целого ряда стран и, в принципе, со всех континентов. Это крупный международный форум, который проходит раз в два года, и там было порядка 2700 компаний, если я не ошибаюсь, представлены на данном мероприятии. Но, по сути дела, наверняка это красивые поезда, наверняка это красивые трамваи, автобусы и так далее. Но именно если говорить об инновации, а в категории транспортной инновации была представлена технология SkyWay, мы были, наверное, на коне, как говорится. Итак, важным событием тоже сентября стало приглашение от Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь на мероприятие, которое у нас начнется завтра. Завтра в городе Минске в Крытом Маниже это проспект Победителей в красивом месте. Кстати, даже если выйти из Маниже посмотреть вокруг, если хорошая погода и так далее, там недалеко есть большая гладь воды, там есть лес, который маячит, сам проспект красивый. Пройдет мероприятие, на котором будут принимать участие транспортные мероприятия Австрии, Латвии, Литвы, Польши, Россия, Украина, Франция, Белоруссия в том числе. И компания Струнной технологии, которую руководит Анатолий Дарчунинский, лично, видите, письмо направлено ему, приглашена для участия в данной выставке. Наши сегодня белорусские партнеры на почту должны уже были получить рассылку о том, что они могут посетить данное мероприятие, зарегистрироваться в интернете и распечатать себе билеты, прийти, посмотреть, что из себя представляет наша технология и посмотреть, что есть вокруг. То есть это вот то, что мы будет происходить уже в ближайшие дни. Я думаю, в ближайшие дни мы получим новости, опять же, видео и фотографии с данного форума. Ну и добавлю еще одно, если говорить о технологии, все больше и больше средств массовой информации в последнее время, начиная где-то вот с середины весны, говорят о технологии Skyway. Это и различные радиостанции в разных углах земного шара, это телевизионные каналы, это интернет-издания, это издания, скажем так, просто в прессе, печатные издания. Вот. И найти эту информацию очень легко. Зайти на наш сайт, да, зайти, скажем так, в раздел медиа, там, в раздел новостей и посмотреть, как часто сейчас говорят о технологии Skyway в различных средствах массовой информации. Только по инотрансу РЖД-партнер, вот он здесь выделен, да, это здесь, скажем так, слайд, по сути, весеннее письмо о том, что вот Россия и Беларусь там строят небесные дороги и так далее, и так далее. Только за мероприятие «Инотранс», которое днилось 4 дня, по-моему, РЖД-партнер 3 публикации, посвященные Skyway на «Инотрансе», выпустил, не говоря уже об остальных изданиях. Важный момент то, что этим летом территорию нашего конструкторского бюро и полигона посетил снова Родхукс представители компании «Ауркон» с австралийской, которая сейчас будет заниматься соответствием технической документацией на строительство дорог по нашей технологии, стандартно на территории Австралии. И мы с ними вместе будем активно сотрудничать. И Родхук, который приехал тоже в июне, посмотрел, что было проделано, очень обрадовался тому, что работы не останавливаются, а только, скажем так, набирают темп, активно продвигает наш проект на территории Австралии. Он делает много презентаций, он выступает на радио, он, скажем так, проводит презентации в целом ряде муниципалитетов, в первую очередь то, что относится к Южной Австралии. То есть он активный, как он сказал в своем интервью, говорит, я на борту, то есть я вместе с вами, я уже не сомневаюсь о том, что это и инновация, и ее надо реализовывать. То есть недостатка в информации касаемо о том, как развиваются наши технологии, в прессе уже нет. Бывают разные отзывы, в основном положительные. Кстати, буквально вчера появилась информация, что есть такой интернет-сервис подобный, там Mail.ru у нас, там Яндекс, если говорить о России, Гуглу, то есть платформа называется Тутбай, да, и на платформе Тутбай вышла целая статья про выставку, которая сейчас будет идти технологии, ну, белорусская транспортная неделя, да, транспорт и логистика 2016. И там часть этой статьи с фотографии с Иннотранс посвящена и нашей компании. В принципе, это то, что я хотел сказать непосредственно о технологии. Может, появилось, скажем так, получилось немножко дольше, но тем не менее, мы стараемся все меньше и меньше говорить про технологию в том плане, потому что у нас есть отдельные вебинары, посвященные, скажем так, почему это инновация, в сравнении с другими видами транспорта, да, и к чему мы идем, к чему мы двигаемся. Это вебинары того же Александра Менко, вот, может быть, чуть меньше стали технологию освещать непосредственно по средам, это Сергей Сибиряков и Алексей Суходой, хотя у них есть два вебинара, 12 по Москве и 19, для новичков, где они показывают, как выглядят струны рельс, где они показывают, как выглядят промежуточные опоры и так далее, и так далее. То есть информацию легко найти либо в записи, посмотреть их вебинары, либо прийти в среду и внимательно с этим ознакомиться. Теперь мы поговорим с вами непосредственно об инвестиционном предложении компании Skyway Capital, потому что ее задача как раз-таки привлекать инвестиции, и на данном слайде вы видите, да, важный момент, это то, что она зарегистрирована в Великобритании, она является официальным партнером группы компании Skyway. Вы можете на сайте найти видеозапись подписания договора взаимодействия между Евгением Кудряшовым, руководителем компании Skyway Capital и Анатолием Мударадовичем Юницким. Вот, то есть, в принципе, все, что мы делаем, это способствует выведению данного вида транспорта на мировой транспортный рынок, да, к 2017 году, как мы это планируем, к концу 2017 года. И важно еще отметить то, что, в принципе, платформа увеличения инвестиций, база осталась той же самой, компании, это краудинвестинг. Любому человеку сегодня предоставлена возможность за те деньги, которые он считает возможными для себя, стать со владельцами любого пакета долей компании и, в итоге, иметь очень серьезный доход. В будущем это может быть от дивидендов, да, которые вы можете получать от прибыли из каждого взятого отдельного проекта, да, либо даже от продажи пакетов долей компании. Я знаю, что в мире инвестиций существуют компании, акции которых очень дороги, которые не выплачивают дивиденды, а просто владельцам эти акции говорят, хочешь заработать денег, вот продай часть своего пакета, да, акции стоят дорого, пожалуйста. Итак, друзья, есть целый ряд задач, которые компания Skyway Capital ставит перед собой. Первый из них, мы, конечно, работаем над тем, чтобы максимально эффективно привлечь в наш проект как можно большее количество людей, как можно больше инвестиций и на базе микрофинансирования все это делается. То есть, фактически любой человек, обладающий тысячи рублей сегодня, свободные тысячи рублей, да, может стать совладельцем пакета долей компании, стоимость всего 15 долларов, если брать эквивалент долларов, и с этого момента делать простые шаги и, в принципе, имеет возможность увеличивать свой портфель инвестиций, при этом не вкладывая больше своих каких-то живых денег, да, которые может быть трудно от чего-то оторвать. Как я говорил, не нужно никого лишать того, что было, не нужно, скажем так, перевязывать пищеводы всем членам своей семьи, не нужно продавать того, что, скажем, у вас нет, да, искать, что продать. Помните, как Кот Матросским там решал, дядя Федор, говорит, чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-то ненужное, да, у них, они пошли искать клад. Так вот, здесь клада, в принципе, искать не надо, это уже клад сам по себе, потому что возможность, которую сегодня предлагает наш проект, она напоминает ситуацию, которая была в конце 70-х годов прошлого столетия, когда начал развиваться активно рынок IT-технологий, интернет-технологий, да, тогда их еще практически интернет-то и не было, то есть он только-только зарождался. Компании Microsoft, компании Apple, да, стали развивать программное обеспечение, устройства персональные для того, чтобы можно было работать на компьютере. Появились специальные программы, различные сервисы, позволяющие людям, ну, например, вот сейчас мы с вами можем проводить такие презентации посредством компании под названием Mirapolis создала данный сервис для проведения вебинаров и презентаций онлайн. Вот раньше, 20 лет назад себе никто не мог представить. Были, конечно, там селекторы, было, скажем так, сложное оборудование, очень дорогая связь, которая там стоила сумасшедших денег, чтобы организовывать телемосты и так далее. Сейчас это стало просто и доступно. Так вот, тогда Стив Джобс, Майкл Дэл, да, Билл Гейтс предложили людям, которых окружали, стать инвесторами проекта, стать совладельцами, скажем так, из компаний. Кто-то на это пошел, кто-то проинвестировал свои деньги, кто-то 100 долларов, кто-то 1000 долларов, да. Таких людей было не очень много, но сегодня они миллионеры и миллиардеры. Вот такая возможность предоставляется сегодня каждому из вас. Если вы станете совладельцами пакета долей компании Skyway Capital, да, вы станете совладельцами технологий. А транспорт, сфера в которую вы сегодня инвестируете, да, транспортная отрасль, она намного более денежно-емка, чем даже мир интернета и IT-технологий. То есть миллиарды, триллионы долларов вращаются в этой сфере. А как заявляет Анатолий Дарович Ницкий, в ближайшие там 5-10-15-20 лет 30-50 процентов всего мирового транспортного рынка, вот если мы запустим эту технологию, будет у технологии Skyway. Можете себе сесть и посчитать какие-то деньги. Часть там, пусть небольшая этих денег, потому что речь, как я вам сказал, идет о многих миллиардах и триллионах, будет вашей. Компания ставит перед собой задачу создать благоприятные условия для каждого отдельно взятого инвестора, чтобы у вас был максимальный доступ к информации, чтобы вы могли максимально комфортно предпринимать какие-то действия в нашем личном кабинете. Мы информируем обо всем, что происходит в развитии проекта группы компаний Skyway и технологий непосредственно проекта Skyway Capital в частности. Потому что у нас проходит целая череда мероприятий, онлайн, живых презентаций в разных городах. Какие-то промо-акции и прочее мы обязательно об этом сообщаем. Недостатковой информации нет, главное, чтобы вы были готовы ее впитывать и действовать в рамках этой информации. Теперь давайте перейдем непосредственно к тому, что мы имеем на сегодняшний день. Буквально последняя презентация у нас была в четверг онлайн, а сегодня у нас понедельник. Информация уже поменялась, потому что возможность стать инвестором, инвестируя денежные средства в размере, скажем так, от 15 долларов до 150 тысяч. В стандартном прайсе вести она осталась, но уже нет того пакета, который был очень выгоден и интересен под названием «Инотранс». Мероприятие закончилось, пакет убрать. Поэтому о нем мы уже больше не говорим. Данный слайд демонстрирует те пакеты долей компании, которые сегодня может приобрести любой человек, проживающий фактически в любой стране мира. От 1000 рублей и дороже. Каждый последующий пакет, если минимальный стоит 15 долларов, каждый последующий стоит дороже, но на каждом последующем пакете уровень доходности, так называемый дисконт, возрастает. Это сделано еще с той точки зрения, вы делаете больше инвестиций, соответственно, где-то вы больше рискуете. Я вам сказал, что проект остается венчурами до сих пор. Ну и соответственно, вы делаете, скажем так, нам большее вложение денежных средств в наш проект, соответственно, вы больше нам помогаете и вам предоставляется более выгодные условия, чем те, кто инвестирует меньшую сумму. Это нормально. Это происходит, в принципе, в любом бизнесе, в любом инвестиционном проекте. Итак, коллеги, то есть у вас есть возможность приобрести пакет за 15 долларов, за 100 долларов, за 130, у нас компания 200, 1000. То есть по тем возможностям, которые у вас есть. Как я вам сказал, глядя на цены, 15 долларов, 30, 60, инвестировать могут люди из разных социальных слоев, и пенсионеры, и студенты. Хотя я не хочу обидеть людей, находящихся в этих категориях, но тем не менее эти социальные слои сегодня наименее защищены. Да практически в любом государстве, может быть, в развитой Европе, где беженцам платят пособия больше порой, чем тем, кто работает на работе. Итак, это стандартный прайс-лист. Что у нас есть сегодня еще интересного, если говорить об инвестициях? У нас есть возможность, которая была запущена где-то в июне месяце, для людей, которые проживают в развитых странах Европы, Центральная, Восточная Европа. Хотя есть те, кто инвестирует такие суммы от 5 до 50 тысяч долларов из территории СНГ. Инвестиции данного размера 5, 10, 25 и 50 тысяч долларов позволяют вам стать совладельцами пакета более миллиона долей компании, начиная на минимальном за 5 тысяч долларов. Соответственно, на выходе вы можете посчитать, как я говорил, что это умножается пусть даже на 1 доллар. Это те суммы, которыми вы можете владеть при выходе нашей компании на мировые финансовые рынки. Мало того, начиная с 10 тысяч долларов, кто инвестирует, у него есть возможность высадить свое дерево эксклюзивное порудование на территории технопарка. На 5 тысяч долларов тоже именное дерево, пожалуйста, приезжайте. По всей видимости, это можно будет сделать весной. Далее. У нас есть пакеты, которые вы можете приобретать в рассрочку. Уже всем привычные пакеты, действующие с 23 января 2016 года. Это пакеты старт, сеньор, стабильный бизнес, где вы можете инвестировать ежемесячно 25, 50, 100, 200 долларов. Разные сроки немножко, 8 месяцев, 10 месяцев. И на выходе получать от 26 тысяч с небольшим до 405 тысяч акций долей нашей компании. Если вы выполняете еще дополнительные условия, начинаете давать информацию своему окружению. По вашей рекомендации приходят минимум три партнера, купившие любую из пакетов долей компании от 25 долларов и дороже. Либо, если вы делаете двойную оплату, у нас это считается, вы сделали первый платеж, либо второй платеж, если у вас уже рассрочка есть. И следующий платеж не позднее, чем 24 часа по отношению к предыдущему. Вам дополнительно начисляются от 9 до 144 тысяч акций в зависимости от того пакета в рассрочке, который вы выбрали. У нас есть пакеты в рассрочку, которые были введены так же, как и крупные пакеты разовой оплаты. Я все время делаю акцент для людей, проживающих в развитых странах. Где-то это правда, в большей мере, потому что все-таки 500 долларов в месяц, 1000 долларов в месяц могут инвестировать те, у кого довольно приличный доход. 5 тысяч долларов в месяц, 2,5 тысяч долларов в месяц. Но вот это пакеты, которые имеют повышенный дисконт, и те, кто приобретает эти пакеты, как я вам говорил, тоже становятся миллионерами. Здесь можно выкупать не сразу, например, за 5 тысяч, а это разбито на 10 месяцев по 500 долларов ежемесячно. На выходе у вас будет 1 миллион 350 тысяч акций нашей компании. Есть пакеты, которые вы можете приобрести на своих несовершеннолетних детей. То есть где-то обеспечить им, скажем так, через какой-то промежуток времени довольно солидное финансовое будущее. То есть 100 тысяч долларов это может составлять на выходе, когда вы оплатите рассрочку. Вот 135 даже, если вы выполняете дополнительные условия. До 337 тысяч, если вы выполняете условия пакета студентов. Потому что там есть дополнительные условия двойного платежа. Если вы все срок делаете, вам еще дополнительно начисляются доли компании. Поэтому возможности есть, как мы говорим, для каждого кошелька. Но вот для людей даже, которые проинвестировали 15 долларов, либо больше, тут как бы разницы никакой нет, вы можете еще по мере движения нашей компании к реализации транспорта и выходу на международный финансовый рынок и транспортный, создать свой собственный бизнес и заработать денег еще сейчас. То есть возможно у вас нет ничего источника дохода. Возможно у вас есть источник дохода, но он вас не сильно устраивает. Возможно у вас все хорошо, но вы не проще, скажем так, иметь дополнительный источник дохода. Поэтому для вас есть партнерская программа, которая позволяет вам получать процент от тех инвестиций, которые вы привлекаете сами, давая информацию людям вокруг вас, либо ваша команда, если с вами уже есть кто-то в вашей партнерской структуре. То есть минимальная сумма инвестиций, как я вам говорил, вправе 15 долларов США. И далее, если вы развиваете свою партнерскую структуру, приглашаете людей за собой, они приглашают дальше в глубину, встроится, скажем так, большой такой живой организм, в котором принимают участие разные люди. Кто-то из них становится просто инвестором, кто-то развивает бизнес. Вы начинаете получать от этого проценты. И у нас идут начисления, начну с шестого пункта. У нас начисления идут, если вы делаете этот бизнес, если вы даете информацию, на бонусный, на акционный счет. Бонусный – это счет, с которого вы можете деньги заработанные выводить и тратить на ваши повседневные нужды, либо копить, я не знаю, вкладывать еще куда-то. Акционный счет – это подарок от компании для тех людей, кто сегодня активно помогает ей развиваться, то есть давать информацию окружению. Часть денег, половина ровно того, что идет на бонусный счет, сегодня начисляется на акционный. Эти деньги вы можете потратить только на покупку долей компании. Соответственно, тем самым вы можете увеличивать портфель инвестиций в наш проект. Накопили на акционном счете, например, тысячу долларов за все время работы, купили, и у вас еще 180 тысяч акций. К тем 540, возможно, которые вы купили за 15 долларов. Вот таким вот образом. Далее. Партнерская программа имеет целый ряд преимуществ, скажем так, целый ряд выгод, отличий от целого ряда проектов. Более 5 тысяч компаний работают по партнерским программам. И мы об этом подробно говорим на вебинарах по партнерской программе. Важно, что вас никто не ограничивает в том, что вы можете сделать. У вас никто не отнимает того, что вы заработали. Правда, лишнее вам тоже никто не платит. До 24 уровня глубины вы можете получать проценты на целых одной десятой до семи. С разных уровней, разных процентов, в зависимости от вашей квалификации. У нас нет такого понятия, как ежемесячная обязательная закупка, обязательный ежемесячный товарооборот. Все, что вы будете делать, оно накапливается, потому что программа накопительная. И вы практически имеете односторонний рост к следующей квалификации, а их всего 6 по нашей партнерской программе. Для тех людей, кто у нас развивает бизнес по партнерской программе, у нас в личном кабинете встроен целый ряд инструментов. Первый из них – это маркетинг-план, план вознаграждения, который можно прочитать, можно скачать и потом самому объяснять. Это реферальные ссылки, которые ведут либо сразу на регистрацию в личном кабинете людей, которые разобрались в информацию, либо на целый ряд наших информационных ресурсов, где люди могут, скажем так, найти ответы на свои вопросы, нажать там кнопку регистрация и стать вашим партнером. Есть баннеры, которые вы можете расставлять на свои интернет-ресурсы, блоги, сайты. Страницы, я знаю, в некоторых соцсетях позволяют встраивать HTML-код, и там будет такая красивая картинка встроена, на которую люди могут, заходя на вашу интернет-страницу, нажимать, будут переходить либо на сайт, либо на один партнера, ознакомливаться с информацией, нажимать на регистрацию и становиться вашими партнерами. То же самое в личном кабинете наших партнеров в разделе новостей, события, новости. Вы можете делиться этими новостями в соцсети, к этим новостям из личного кабинета прикреплена ваша реферальная ссылка. То есть, таким образом, какое-то количество людей из интернета, даже вам незнакомых, могут выйти на вашу страницу соцсети, увидеть, что вы выложили какую-то интересную информацию, перейти по ней, разобраться, нажать регистрацию, они могут стать партнерами, даже если вы их не знаете. То есть, это большой плюс. К инструментам у нас относятся подобные мероприятия, которые мы проводим в режиме онлайн. Это презентация, это маркетинг-план. Это целый ряд обучающих мероприятий, которые у нас проходят в режиме онлайн. Это живые презентации, которые проходят в разных городах и странах. Это конференции, например, ближайшие крупные планируются в странах Балтии, Рига 23-24 числа. То есть, все это инструменты, позволяющие вам развивать и бизнес, и знакомить свое окружение с информацией о развитии нашего проекта, технологии, бизнеса и так далее. То есть, у нас люди приходят по разным причинам в наш проект. Кто-то за деньгами, кто-то за идеи, кто-то и за тем, и за другим. Кто-то хочет найти себе применение, кто-то хочет стать частью крупного проекта, чтобы потом где-то нормально совершенно гордиться тем, что он в этом принял участие, а не как сотни проектов, которые прошли мимо, и мы не сделали шага для того, чтобы в этих проектах развиваться. Конечно же, к целому перечню инструментов, что я назвал, относятся и периодически промо-акции, которые существуют в компании SkyWay Capital. Я думаю, в ближайшее время внимательно следить за информацией, они тоже у нас появятся. Когда, в какое время и где проходят мероприятия, можно найти в разделе «События» в расписании вебинаров. Там есть расписание онлайн-мероприятий. Вы можете кликнуть в удобный вам день на мероприятие в удобное время, посмотреть, кто его проводит, что за тема, и зная это, выйдя, скажем так, в тот день, когда нужно выйти, скопировать ссылку, либо нажать по ней, выйти на нашу онлайн-площадку и получить информацию. И есть расписание по городам и странам живых мероприятий, презентации, то есть там можно подчеркнуть информацию, в каком городе и кто ответственный. То есть можно позвонить и уточнить, где и в какое время это будет проходить. Для людей, которые могут проживать в том регионе, где данная презентация проводится. И еще есть у нас сайт www.unitsky.com, про который я уже говорил. На нем расписание выкладывается в формате, что те оффлайн-мероприятия, те живые презентации, которые проходят в городах и странах, о которых мы получили полную достоверную информацию, там написано время и место, точный адрес. То есть можно даже не звонить, можно пригласить своих друзей и знакомых. Важно, что им сказать, что ознакомьтесь с информацией, потом обязательно выйдем на меня и отвечу на свои вопросы. Таким образом вы можете использовать данный инструмент. У нас есть возможность обращения в службу технической поддержки в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то есть 365 дней в году, либо 366, если год високосный. И есть возможность обращения непосредственно в отдел информационной поддержки в Москве, в котором у нас работает порядка 10 специалистов, которые могут ответить на ваши вопросы по технологии, что из себя представляет проект, какие шаги предпринять, чтобы зарегистрироваться, как выбрать платежную систему, которая работает в вашем регионе и так далее. То есть в этом помогаем. Ну и чтобы подытожить все, что я сказал, наверное скажу следующее, что действительно для каждого из вас есть возможность применения своих физических, духовных, материальных ресурсов на сегодняшний день, принять участие в нашем проекте, помочь нам реализовать технологию, помочь себе стать финансово обеспеченным, крепко стоять на ногах в финансовом плане. И своим детям обеспечить свое финансовое будущее. Вот то, что сегодня предлагается фактически каждому человеку. Было бы желание в этом разбираться, либо действовать. На данном слайде вы видите наш адрес в Москве. Это недалеко от метро Павелецкая и метро Серпуховская. Найти нас просто. Те, кто уже умеет пользоваться интернетом, просто зашли на Яндекс картах, набрали адрес, и там легко можете нас найти. У меня на этом все. Если есть какие-то вопросы, в принципе, можем еще какое-то время с вами пообщаться. По поводу места на выставке. Вы знаете, Инотранс это не то место, скажем так, не тот форум, на котором присваивались какие-то места. Там просто была возможность продемонстрировать себя. То есть это не соревнования между технологиями, кто успешный там и так далее. По поводу Инотранса не могу вам сказать, какое голосование среди кого было. По поводу зданий. То есть здание, между которыми может быть протянута путевая структура SkyWay, оно может быть и сто и более метров. То есть это могут быть небоскребы. Вы знаете, такие здания строятся. По струнным технологиям возведение высотных зданий тоже сокращает и время постройки, и надежность гораздо выше. То есть там в среднем где-то от 30 процентов скорость строительства, скажем так, возрастает. Вот таким вот образом. Без интернета не было бы SkyWay, от ограничений мы просто не могли бы собраться раньше. Ну, наверное, да. Потому что все-таки опять же мы вернемся. Смотрите, какая вещь интересная. Одна технология вошла в нашу с вами жизнь прочно, и она очень сильно изменила этот мир, очень сильно изменила нашу жизнь. Мы сегодня можем благодаря интернету, блин, не стоять в очередях, как это было 20 лет назад, не брать талончик, чтобы связаться с каким-нибудь городом в своей стране, не говоря уже другой. То есть благодаря интернету мы сегодня можем обучаться. Я опять же никого не хочу обидеть, для людей с ограниченными возможностями передвижения это отличная возможность учиться. То есть мало того, это еще и отличная возможность работать, потому что появилось огромное количество специальностей, которые может освоить человек, который, скажем так, из дома даже может не выходить. К сожалению, такое бывает. И причиной этому часто бывает транспорт, потому что люди попадают в аварии, и после этого подвижность у них разная совершенно. Интернет сегодня позволил, по сути дела, почти все движение сегодня денежных средств, извините, что добавил слово блин, но тем не менее оно осуществляется посредством интернета. Транзакции и так далее, и так далее. Мы можем иметь карточку, кстати, из зарубежного банка, счета у нас могут быть за границей. Главное, чтобы мы не нарушали какие-то законы страны, в которой живем, потому что не все, скажем так, страны приветствуют, если у вас карточки или счета в зарубежных банках. То есть много возможностей, которые появились благодаря внедрению технологии интернета. Огромное количество специальностей и рабочих мест, которые, скажем так, высококвалифицированные, для того, чтобы выпускать устройства, которые люди пользуются для того, чтобы выходить в интернет и прочее. То же самое будет происходить с внедрением технологии SkyWay. И действительно, поначалу мы тоже говорили о своих вебинарах, то есть наша технология может послужить базой для развития и других инноваций, не только в сфере транспорта. Потому что транспорт позволит быстро двигаться. Как говорит Анатолий Дарович Ницкий, но, может быть, не совсем это будет на 100% реализовано, чтобы максимально ускорить перемещение людей следом за перемещением информации, за передвижением. То есть мы сегодня перемещаемся со скоростью действительно транспорта, который 100 лет назад перемещался, информация передается за годы секунды. А когда-то лет 200-300 назад она перемещалась со скоростью лошадей. То есть письмо написали и поехала она по миру. Дорогу к Луне к Марсу, дай Бог мы все это увидим. Я не хочу ни в коем случае это опровергать, и не имею права к этому стремиться, наш генеральный конструктор. Давайте выйдем на международный рынок транспорта, давайте, скажем так, со своими долями компании выйдем на международный рынок финансов и инвестиций. Ну и давайте станем успешными людьми в плане того, что мы, вы знаете, имея деньги, имея серьезный пакет долей компании, здесь очень важная вещь. Вы можете стать человеком, который начнет реализовывать то, возможно, ради чего он пришел на эту планету. Возможно, у вас есть что-то такое заветное, и на него все-таки, как всегда это бывает, не хватает денег. Я не знаю, может вы хотите писать картины, может вы хотите там писать книги, может вы хотите заняться какими-то исследованиями даже, может быть вы хотите путешествовать, быть там каким-нибудь, я не знаю, кем угодно. Имею деньги, я не говорю, что нужно их ставить угла в угла, а все остальное, скажем так, все равно. Вы сможете себе это позволить. И это важно. То есть, по сути, у вас в руках сейчас есть инструмент, который вам дал в руки Анатолий Юницкий с руководством нашей компании, и вы можете им воспользоваться. Когда я занимался МЛМ-бизнесом, мой спонсор говорил очень интересную фразу. То есть, плохой ли инструмент лопаты? Если копать картошку, сажать картошку, что-то делать, деревья сажать, хорошие. А если старуший говорит по голове бить лопатой, он плохой инструмент. Поэтому вот инструмент, который дается вам, он сегодня может подвинуть вас в направлении улучшения финансовой составляющей вашей жизни, в недалеком будущем. Да уже сейчас, двигаясь по партнерской программе, вы можете зарабатывать серьезные деньги, что делает большое количество людей. Наверное, на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. У нас на этой неделе будет еще четыре мероприятия, которые буду проводить непосредственно я. У нас будет целый ряд мероприятий, которые проводят успешные люди, занимающиеся развитием нашего проекта. Это происходит от понедельника до воскресенья. Это происходит на разных языках. Поэтому следите за информацией, используйте ее. Всегда рад с вами общаться. До новых встреч. Здоровья, любви и денег. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...